Сегодня Владимир Алексеевич Шиншук, наш уважаемый гость, здравствуйте, Владимир Алексеевич, расскажет об украденной истории, я так понимаю, вовсе и истории не Руси, как вы в прошлый раз рассказывали о забытой истории России и Руси, а сейчас украденная история, я так понимаю, человечества всего. Ну, здесь, да, человечество, прежде всего, Российской империи. Дело в том, что я обнаружил, что все премьер-министры, например, Российской империи соответствуют президентам Соединенных Штатов Америки до 32-го, по-моему, включительно. Вот, значит, все французские короли соответствуют русским царям и русским императорам. Значит, все паши турецкие и Великой Визии опять соответствуют или, значит, императорам российским, или, значит, российским премьер-министрам. Из этого был сделан вывод, что Российская империя до 1904-го года составляла из себя единое целое по всему земному шару. И начиная с 1904-го года ее начали разваливать на разные государства. Вот, а не было никаких ни США, ни Франции, ни Англии, ни всех европейских стран, ни Турции. Это все было Российской империи. А все остальное, как филиалы, ну, скажем. Да, это были. Полиции. Да, это были герцогства, губернии, там, значит, но были колонии. Да, вот Индия, она была колонией. Вот, были протектораты, типа, вот, Канады. Индия не была колонией Британии? Нет. Значит, получилась следующая ситуация. Ведь, что такое Антанта? Страна Антанта. Нам говорят, что вот они, значит, там, интервенция и все прочее. Вот. Страна Антанта, это в действительности страны, выделившиеся из состава Российской империи и объявившие России войну. Вот. Существовала, значит, большая Антанта. После того, как она закончила свое существование, появилось еще мало Антанта, это куда входили. Значит, вот эти вот, там, Чехия, там, ну, то, что Мегаславия потом стали называть. Там несколько, значит, народов, славянских именно, которые, в общем-то, тоже получили свою независимость. Но это уже было в 1924 году, если мне память не изменяет. Вот. Значит, получилось, какая история. Начиная с 1904 году, когда разразилась так называемая русско-японская война, это в действительности, это была первая ласточка, когда Япония выделилась с Российской империей. Помнят все, наверное, как Николай II туда приезжал. Но он, в принципе, приезжал как-то усмирить вот эти все настроения. Вот. И его японский городовой, значит, поранил. Вот. И в том-то и дело, что, значит, Япония первая, значит, заговорила о независимости. И, в принципе, она ее получила после русско-японской войны. Вот. Ну, якобы наша там Россия потерпела поражение в этой войне. Вот. И потом, в 1905 году запросила о независимости Германии. Вот. И уже потом, с 1913 года, как КОМ, значит, начали отделяться всевозможные государства, которые, значит, обрели так называемую независимость от Российской империи. Значит, царя, значит, Николая II, не изложили с престола и отправили, как нам рассказывает Швердловск, Илье, в общем-то, эту семью, согласно тогдашней прессе, расстреляли. Ну, это оказалось не так. В общем-то, были, значит, документы, письма, которые свидетельствовали о том, что Англия, значит, приглашала российского императора с его семьей к себе. Но, вроде как, ничего не получилось. Но в действительности все получилось. Если сравнивать портрет Николая II и портрет Георгия V, идентичность полная. Более того, идентичность их жен. Но если посмотреть на отцов Эдуарда V и Николая II, то мы без труда там определим Александра III. То есть совпадение вот такое, оно не может объединяться случайными какими-то явлениями. А в тем случае существует некая генетическая программа у человечества, когда родственники похожи на... Ну, там похожесть, вот вы посмотрите, и абсолютная. Понимаете, тем более жены. Я специально... Ну, они все какие-то ясности... Это все ясно. Это одна и вот сейчас вот существующая, значит, королева Англии, она в действительности, Романова, и она в действительности родственница, потомок Николая II. Она как бы немножко похожа, бабушка такая. Да, да, да. Так вот, началось-то с чего? Вот как нас обманывали. Вот война 1919 года. Нам рассказывают, что мы там победили. Николай I, который пришел в власти, он удивительным образом похож на Наполеона II. Идентичный портрет. Более того, после у нас, значит, Николай I был... Александр I, ой, Александр II, извиняюсь. Александр I, он был, собственно говоря, участником вот этой войны, 1812 года. Вообще он выпадает из всей... Это он ушел потом в виде старца. Да, он ушел потом в виде старца. Вот. А в действительности, это был последний русский царь, который, в принципе, принял вот этот бой и его проиграл. Но он жил между тем, значит, у меня вот есть интересная очень картина, где Наполеон и Александр I стоят на переднем плане. А сзади них стоят воины. Русские воины. Но не те, которые вот нарисованы на картинах, значит, 19 века. Что русские воины, что французские одинаковые. Их не отличишь фактически только там по цвету. А в шлемах, как рисуют русских воинов настоящих. Это говорит о чем? Что Наполеон захватывал в действительности последний оплот русской державы, вот московской, ну то, что там называют московской тартарии. Хотя это все как бы вполне может быть, что новоделы я не утверждаю, но это вполне может быть. Вот, с тем, чтобы потом было придумать монгольское иго, там, и так далее. Вот. И, значит, русские воины, они были нормальными. Как видите, если вы говорите, да, и они, в общем-то, защищали от этих протестных войск, которые ввел вот еще тот первый. Потому что наши войска, они обладали все-таки волшебными еще технологиями и противостояли. Значит, этим наполеоновским войскам. И что интересно, что вот были преображенские полки, это была элита. И вот эта элита, которая еще владела вот этими магическими технологиями, применяемыми в процессе боев между, значит, русской армией и наполеоновскими войсками. Почему говорю наполеоновскими? Потому что в действительности тогда Франции тоже не было. Вот и Франки это в действительности свободное. То есть, которые никому не подчинялись. И они, в общем-то, как бы составили костяк римской армии в действительности. Потому что вот идентичность, опять же, римских императоров, российским императорам, она тоже прослеживается. Хотя там, конечно, наворотов очень много в римской истории. Там же их была не одна, а римская империя. Ну, вы говорите, по-моему, идентичность с римскими, но здесь прямого портрета-то уже нет. Если вы ссылаетесь на сходство портретное... Но здесь есть зато скульптуры, которые идентичны, значит, нашим опять императорам. Но, с одной стороны, скульптура более условная скульптура. Понятно, что это более условная, но там и не все, кстати говоря, и обнаруживают вот эти сходства. Но, тем не менее, они есть. И есть, и я тоже думаю, что это не исключаемое совпадение. И смотрите, Англия, ну, как бы, она, в общем-то, одна из последних, можно сказать, стран, которая выделилась из Российской империи. Ей передали, значит, там, Канаду, Индию, там, вот эти острова всевозможные, в Африке, там, какие-то страны. Ну, многое что, передали. Это все было уже в 1922-1924 году, когда была еще, значит, гражданская война, и от России продолжали откалывать кусочки независимых территорий. Ну, вот, а потом нам всем сказали, что вот Россия, значит, вот это, ее границы, значит, от Польши, там, ну, вот Польша и Финляндия якобы откололись от нас. Вот, откололся от, в действительности, весь мир. Вот Россия, она осталась, и на ней вот устроили вот этот террор, когда истреблялись, в принципе, все русские люди. Вот, ну, что интересно, что, в общем-то, ведь Наполеон, когда захватил Россию, да, русскую державу именно, они из Римской империи переименовались в Российскую империю. И поэтому у нас, как бы, произошло похищение не только нашей истории, нашей культуры, которую тут уже начали уничтожать, ну, и название. Хотя, правильно, вообще не Россия, а Русия. Потому что везде пишут Русия, да, но читают Рашин там, или еще как-то, но никак не Русия. А у нас русские и Русия, понятно. У таджиков, Таджикистан, у узбеков, Узбекистан. Все совпадать должно. Русия сияющая. Вот это места, ведь раньше же у нас были плоды, которые были мужские и женские. Вот в момент созревания они светились. Ну, кстати говоря, среди, значит, человеческого там вида период созревания характеризуется наибольшей светимостью человека. Ведь горят же ваше святейшество, ваше сиятельство. Они горят именно потому, что эти люди светятся. Светились, вернее. Половые растения светятся, и ночью светло, как днем. Понимаете, какая штука. И поэтому у нас... И вот когда происходит процесс... Да, нет, процесс цветения. Цветение, и потом оно, когда уже оплодотворяется, тогда, значит, тохли. Но поскольку у нас ремонтантные сорта, они, значит, были... Все время светились. Потому что все время, значит, было цветение параллельно с плодами. Понимаете, ремонтантные сорта чем отличаются от обычных? И вот поэтому была Франция, Швеция. Ну, Швеция, наверное, потом стало так надо. То есть цветы сияющие. Точно так же, как и Русия. Вот. То есть это сияющее место. Это практически, ну, можно сказать, рай. А что это выдает? И я, окончательное? Сия. Сия. Сияющее. Алиусия? Алициферия? Ну, правильно, видите. Здесь же нам опять же немножко попутали. Сколько у сатаны имен? Очень много. В него сваливают все и благодетели человечества, и, значит, угнетатели человечества. Поэтому здесь очень сложный вопрос. И когда мы говорим, что Люцифер, несущий свет, это название совсем не сатаны. Совсем было другое историческое лицо. Пасы ангелов, вообще-то. Правильно, его ввели в пасы, там, ангелы, все прочее. Но, вообще-то, сатана, это тот, кто нас вот как раз захватывал. И тот, кто и есть, в действительности, пасы ангелов. Вот. Больше сотен названий в сатаны. Таким образом, значит, Русия была захвачена Наполеоном. И вот уже после этого все русские цари, это, в действительности, римские императоры. Но, поскольку римская империя взяла российское название, она, значит, так и была Российской, значит, империей. Но русские угнетались всегда и при империи, когда была, и когда осталось в большевике, еще большее угнетение. Простите, что, значит, русские угнетались? То есть мы, с одной стороны, по вашим словам, владели всем миром. Значит, смотрите, ведь вообще, вот русский, почему название русский? Потому что к нам в свое время пришел русский танк, который дал язык. Вот, огонь. Потому что язык, в принципе, английский практически одно и то же, да. Вот. И не успел дать письменность. Почему за письменность? Там пришлось куда-то ехать, там, добывать ее. Он для нас был спасом, поэтому русские. Вот, крестас был спасом, поэтому крестьяне. Значит, у католиков был катила или атила, как его сейчас зовут, спасом, поэтому католики. Вот, русские, они, поскольку были православными, один из первых спасов как раз был рус. Потому что был Один, так. Был, значит, и у нас еще ряд спасов, которые, в общем-то, ну, тот же разин, я подозреваю, тоже был спасом. Потому что у нас, кто спас, они в начале счета всегда обозначались, как начало всего. То есть спас, в вашей терминологии, это некая божественная субстанция? Намоленная субстанция, вынужденная. Намоленная, потому что кому-то ведь надо молиться. Боги не работают или работают против нас. Они потому что разрушены. Поэтому были спасы. Поэтому были, мы стали русскими. Так вот, русские, их все время уничтожали. Вот последняя, вот, Москва пала, да. И вот последняя Крымская война, которая считается, что, значит, это была война с Турцией, там. Вот, в действительности это с остатками русских князей и их войскам. Ну, можно походу, да, уточнить? Да, конечно. Потому что, в общем, как раз интересно, наверное, зрители тоже будут это разобрать для себя, инвеку, герархию. То есть были какие-то субстанции, которые вы называете спасом, им молились русские. Да. По всему миру, да, то есть были какие-то там, не знаю, ну, допустим, молельные места. Кто же тогда их угнетал постоянно? Почему, собственно, вы говорите, с одной стороны, они вот так державно себя вели, все захватывали. Нет, ну и так. Вот, Руссия изначально была, как бы, на всей земле. Это тоже было единое. Но это не государство, у нас держава была. То есть самодержавие, или то, что мы сейчас называем демократией, хотя это не соответствует, конечно, самодержавию понятиям. Именно потому, что у нас все законы, значит, были в голове. Ну, и это можно бы даже трансформировать империю, например, да? Империя, это, понимаете, вот, impossible. Им это невозможно. Им вообще приставка к тому, что что-то не может. А империя, пер, это как бы сила, гром, там переводится, да? Империя, получается, это бессильная, она захваченная. Вот, и император, это, в действительности, проводник мнения совсем других людей. Почему вот были мы захвачены? Мы, в общем-то, были, это были гражданские, можно сказать, воины. Ведь не секрет, что на земле существовала очень развитая когда-то цивилизация, останки, которые мы постоянно находим, и которые мы называем, значит, непонятным словом артефакты. Хотя это обычные, нормальные находки. А в общем, артефакты, потому что они не вписываются в нашу прадигу, вернее, не в развитости наших предков. А в том-то и дело, что они были развиты. То есть, я правильно понимаю, что вы перекидываете мостику в предыдущую цивилизацию? Это русская цивилизация. Это русская, которая владела всей землей? Да. И не только землей, но и всеми планетами. А, и планетами Солнечной системы? Да, там были наши поселения везде, и была своя везде цивилизация. Но потом появились некие могущественные враги, которые начали угнетать русский. Да, да. Значит, они постарались столкнуть все вот эти цивилизации на разных планетах между собой. И начались войны. И, кстати говоря, вот в наших языках, значит, мы можем найти вот эти вот отголоски тех вот столкновений. Кто к нам прилетал, кто нас захватывал, кто с нами воевал. Ну, это все в языках. И таким вот, ну, как бы базовым языком является монгольский. Как ни странно. А не русский? Значит, русский он местный язык. А монгольский, похоже, не местный. Почему? Это из-за того, что это язык вот этих захватчиков? Значит, когда они сюда подлетали, они все равно создавали свои языки. Вот все языки, ну, вот, Евро-Азии, они, ну, как бы, имеют одну основу. Вот, например, у бушменов там щелкающие звуки, там или там на вдохе. Мы-то на выдохе говорим в основном, да. Хотя у нас молитвы в свое время были и на вдохе произносились. Вот. Но сейчас в основном на выдохе, а у них и на вдохе тоже говорится. То есть, это совсем, как бы, не наш, получается, язык. Вот. А вот таких, как вот монгольский, он почему? Потому что вот мангала, да, мангала. Ну, это, кстати говоря, и на гуджарский, потом еще какие-то языки, ну, индийские. Значит, на них мангал вообще обозначает Марс. И Монголия, название, как раз место, где базировалась основная, значит, масса марсиан. Ну, марсиане-то были враги. Да. То есть, они от начала. И они даже были не похожи на нас. Потому что вот статуя Марса у них у всех голова оторванная. А потому что они были минотаврами. То есть, людьми-лошадьми. У Марса вы имеете в виду римских скульптур? Да, да, да. Вот. Почему? Потому что ведь на многих языках европейских Марс называется Мартом. А морь, опять на, значит, ряд языков, означает лошадь. И у нас есть народы, Март-2, Удмурты, вот, которые, в принципе, хотя они сейчас не имеют никакого отношения к минотаврам, но они, в принципе, взяли название той местности, где жили вот раньше эти минотавры. Ну, и, кстати говоря, поселение вот этих людей-лошадей, они были и после революции. Потому что не у всех людей, которые знали это, ух, должны стереть память или, значит, расстрелять и посадить. Как вы знаете, что вот Март-2, например, это люди-лошади. Ну, вот, хорошо. Мы в таком случае рисуем такую картину. Прилетели на Марс, сделали ее базовой станцией, да, там, плацдармом для завоевания остальных планет Солнечной системы. Вот эти вот какие-то захвачить. Правильно я понимаю, да? Там, видите, какая ситуация произошла. Ведь был апокалипсис. Апокалипсис, который погубил, в принципе, вот эту вот русскую цивилизацию, развитую русскую цивилизацию. И после этого уже были, так сказать, отголоски. Все эти магические войны были магическими, причем связаны со звуком. А звук, как известно, он не только может вызвать резонанс, который разрушит, но может вызвать и превращение, если правильно, и знать, как им пользоваться. Поэтому, ну, то, что вся военная терминология у нас сейчас со звуком связана. Война, войда, солдат, поле брони, броница и так далее. То есть все со звуком связано. И они с помощью звука воздействовали на другого, на противника, так, чтобы у противника не было силы. Потому что убить не было такой идеологии. И потом уже пришла идеология убивать. А лишать противника силы. А как лишать? Чтобы выросли клыки, например, чтобы человек не мог произносить определенные звуки. Или выросли рога для того, чтобы поразить вот эти вот... Как раз в этих местах находятся у нас слуховые зоны. Или, значит, вытянулась челюсть, чтобы человек не мог ничего произносить. Поэтому вот... Или наоборот выпали зубы, чтобы тоже ничего не мог произносить. Да, да. Все что угодно. Из языка перестает... Да, роговели губы, например, да. Чтобы не мог он ничего там... Звуки регулировать. И из-за этого, значит, у нас появилось такое разнообразие видов. Они представлены сейчас уже на Земле в качестве животных. А раньше это были все люди. Нормальные люди, но превращенные. В минотавров, в кентавров. Там, значит, в людей, медведей, в обезьян, в кого угодно. Все, что у нас сейчас существует, их даже еще больше было. Вот. То есть, вот эти тотемные животные, на самом деле, большие люди. Да. И почему их всех, вот как только животные, значит, это Бог. Ну, потому что нам все время пытаются насадить, что все, которые сюда внедрялись, или пытались внедриться, все они Боги. Вот. Но мы, люди, продолжаем как бы сохранить свою антипомощную внешность. Так вот, еще возвращаясь к Марсу. Ведь у нас была хазарская ига. Вот хоз, на английском мы знаем, что это лошадь. Отсюда хазара. Вот. А теперь смотрите, что шевал на французском дворянин. Швалья. Так. И шевал лошадь. И самое интересное, что шваль на русском языке характеризует наше отношение к данным субъектам. К лошадям имеется, или говоря, к минотаврам. К минотаврам. Но даже минотавр, это же не лошадь, это же вроде быка. Под минотавром понимается и бык, и человек с лошадиной мордой. Тут можно даже только в довесок еще вспомнить. Помните то, что ученые, не знаю, считают, или просто на самом деле, так я, честно говоря, вот здесь не уверен, но считается, что череп человека и череп лошади – это два объекта, которые не разрушаются со временем. Их находят в раскопках. Они не геют, в отличие от других костей. То есть, если это как раз ниточка между... Лошади и человека. Вполне возможно. Ведь тут еще и... И ниточка, кстати, к тем пришельцам на вас. Да. Вполне возможно. Здесь ничего отрицать нельзя. И потом, видите, этим вопросом очень здорово интересовались германские антропологи. И они накопали очень много. И эти материалы, в принципе, в спецархивах есть. Во всяком случае, один такой материал мне давали на два часа почитать. Вот там как раз очень много интересных вещей написано о происхождении человеческих рас. Они ведь раскопали, что 11 типов всего там похожих, ну в смысле типов вообще людей, остальные все как бы прям из себя похожи. Что не только, значит, мы можем внешне чисто быть друг другу идентичны, а вот по генетике там могут быть разбросы. И не 46 хромосом, а от 40 до 56 встречаются в человеческом обществе. Но эта информация закрыта. Поэтому мы можем только говорить о том, что мы смешиваемся, реально смешиваемся с различными теми, кто сюда к нам внедрялся. Вот мы рассмотрели Марс, но то же самое касается Луны. Она тоже была обитаемая. Если мы сейчас говорим, что Марс, допустим, не обитаемая, но те же фотографии, выложенные на сайте НАСА, они все серые, да? Наши специалисты смогли рассмотреть их. Ну, как там флаг был заснят ведь, американский. Они сделали нормальные цвета и через те фильтры, посмотрев на серые фотографии, они увидели, что Марс имеет голубое небо, зеленую поверхность травки. Есть кустики там, которые на сером фоне там ничего не видно. Ну, и даже которые видно, их так ретушируют, чтобы не было понятно, что это растительность на Марсе. Какие снимки имеют в виду? По-моему, у Курьево сейчас, кстати, совершенно нормальные снимки дают. Нет, 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 нет. Хоть и вроде довалите снимки. Сейчас же, кстати, опять нету. Вот интересно, что появляются и исчезают. Вот фильм, например, значит, «Сокрытие», да? Там же тоже говорится о том, что мы уже не нашли и растения, да? И много всяких искорежных конструкций и строительных объектов, ну, как бы разрушенных строительных объектов. Города там, ну, а был этот фильм, были эти показаны, значит, что эти строительные там, эти, значит, скорежные конструкции. Было все показано, и потом он пропал опять. Понимаете? Ну, мы же, ну, раз мы смогли его скачать, конечно, мы можем посмотреть. Есть какое-то время, когда это произошло, то есть вот захват Мауса и война на земле, потеря русскими своей идентичности, своей силы, империи, в конце концов. Ну, не империи, а... Ну, вот начнем с того, что, в принципе, нам расскажут, что потоп был очень давно, ну, давно, в принципе, у нас, как я понимаю, развал, значит, нашей цивилизации начался в действительности давно, потопов было наверняка не один, но последний потоп он был в 1611 году, потому что ели стоят вложения, которые, в принципе, в Европе не находят, но находят в Азии, и они на поверхности. Азии, значит, потоп был совсем недавно. И он не местный, потому что находят его везде. Ну, вот это знаменитое падение филиппинское, то есть, если помните, да, там упал, считается сейчас уже, как бы, никто не отрицает того, что упал там наклонно со стороны Австралии, там, в район Филиппин, ударил огромный астероид, и вот как раз та волна, которая накрыла индийскую цивилизацию. Вот, вообще, такие падения, они, знаете, вот маловероятны, ведь когда цивилизация высокоразвита, и даже если она не очень развита, но она не имеет деструктивных каких-то моментов в своей основе, ведь подобное в мире притягивает подобное. Если здесь идет разрушение, вот смотри, за последнее время сколько этих астероидов пролетало мимо нас. Почему? Ну, потому что у нас деструктивные идут моменты. А почему раньше их не было, этих астероидов? Потому что у нас был не такой деструктизм, который вот сейчас вот именно возникнет. Подобное тянет подобное, да. Ну, а хорошо, а я в этом смысле просто именно пытаюсь какую-то дату определить, то есть вот, получается, начало 17 века, это конец русской цивилизации. Ну, вообще не было конец, это еще не был конец. Вот вся история, которую якобы Карамзин написал, да, там вот наши князья, которые ходили в какие-то земли за какой-то данью, хотя мы знаем, что православный человек, я имею в виду настоящий православный человек, никогда не возьмет чужие вещи, какая бы она дорогая ни была, тем более, если она очень дорогая, тем более не возьмет. И даже если там ты у них что-то попил, поел, все сжигается, уничтожается, выбрасывается. Потому что они блюдут именно свою, так сказать, энергетику, чтобы она не смешивалась с чужой энергетикой. Поэтому не было никаких рождений, заданий. Тем более это все отнесено очень далеко, значит, там 9 век, да, значит, 10 век. Ну, это все происходило вот именно в 17 веке. Все эти князья, это, вот у нас же была Белая Русь, там была, значит, Червоная Русь. Вот почему так много Руси? Потому что были восстания. Вот эти князья, это все восстания против вот этой Римской империи, которая пыталась и, в принципе, все-таки захватила Россию, Руссию, да, и которая, в общем-то, здесь нам сейчас, ну, как бы продолжает устанавливаться и порядки. Все эти президенты, которые нам якобы что-то правят, да, они без той закулисы, которые, ну, они назывались тайным советом, да, без тайного совета там ничего не решается. Сейчас наши президенты, они даже и не знают, что там тайный совет, они просто, советник там приходит и говорит, ну, а тут, а тут, а тут. Вот, вот, если он ничего не делает там, ну, как идти, вот, мафиози, то любимая лошадь, голова в постели, или собака там, или охранников, переубивает или еще что-то в закрытом помещении. В общем, принуждают, заставляют делать. Ну, то есть условно их можно назвать масонами, да? Нет, масоны это нам лапса на уши. Вот все, что там реально, оно не озвучено. Мы не знаем, как оно называется правильно. Вот я нам написал в своих книгах СС, но это вычислил логически. Они потом мне написали, откуда я знаю это название. Это правильное название, потому что... Как еще раз? СС, Сила Сатана, сокращенно. Ну, связано ли с тем СС, с немецким, или... Нет, напрямую нет. Но косвенно и СС, и КПСС, они все были подчинены СС. То есть должна быть вот эта вот... Аббревиатура, да. Скажите, ну вот, то есть еще раз занудливо возвращаем. Значит, 17 век происходит, ну, скажем, катаклизм природный или искусственный? Значит, он в действительности вызван был искусственно, потому что Иса, Иса-царь, он сделал вал вокруг, значит, вот, ну, райские там горы, естественно, и вот европейский континент. Часть, значит, вал, который до сих пор просматривается, значит, с космоса хорошо. Ну, он уже полуразрушен. Ну, там, вот, медвежья гряда, там, в Волгограде. Это все, как бы, вот, остатки этого вала, который защитил Руссию от потопа. Остальные все были затоплены. Вот, а они молились, и у нас даже в русском, так сказать, фальтегуре осталось, что отец завещает сыну, да, держать небо, хранить землю. И почитать, ну, не почитать предков. Ну, хорошо, ну, вот, был потоп, вызванный искусственно, вот этими самыми римлянами, которые, я так понимаю, основали Римскую империю. Вызвали мы его сами. Почему вообще на таком случае был потоп? Не, не вызвали мы, чтобы очистить землю от этих завоевателей. А, то есть они уже к этому времени практически... Они захватили всю Оазию, там, те же Хазары, да. Да. Вот, ну, кроме Хазар, там было еще куча других завоевателей. Почему в таком случае, вот, я не могу понять логику вот этих завоевателей, если они владеют способами перемещения с планет на планету, они действуют какими-то мечами. Это нам расскажут, что они действуют мечами. Вот, орала, то в действительности не плуг. Орала, это наш речевой аппарат. На корень имеют орать. Вот. В любом случае, и так, и так действовали почему-то. Достаточно дебдовским. Вот. Меч, ведь слово мечта тоже от меч происходит. И если вы видели настоящие мечи, они полы. И ничего не проткнешь. То есть, есть даже икона, которая хранится сейчас в утекании. Я название точно забыл, поэтому не буду врать. Вот там меч Иисус, он держится за вот эти вот две рукоятки. А здесь вот раз, в которой говорится. И мы, если вы смотрите, он имеет такое устроение на это. Ну, то есть, полы и еще, как треугольник, двадцатегольник соединенных. Ну, рома получается. А это значит, что много частот он рождает. А что такое многочастотье? Это множественное воздействие на окружающую среду. То есть, какие-то мы задумываем мысли или еще что-то. И мы можем воздействовать на окружающую среду. Наши мысли достигаются. Воздействует звук. Воздействует звук. Понимаете, что такое резонанс? Резонанс реально можно представить. Вот еще до сих пор сохранились умельцы, которые могут за четыре часа сделать из цельного дерева лодку. Ну, такие деревья у нас тоже еще есть. Сколько, значит, вот мне рассказал очевидец этих событий. Он спросил, как можно за четыре часа сделать лодку. А он говорит, я знаю песню, которую мне еще дед. А если мы знаем расстояние, допустим, до этого места, то мы можем подобрать так звук, что вызовется резонанс. Резонанс и резак. Резать. Один корень. То есть, мы можем резать звуком. И там не нужна энергия. Ну, вы говорите о знаниях интуитивного человечества, как же дом материалистической эпохи. Не интуитивная. Сейчас это уже какие-то остатки. Условно, человек еще сейчас может лодку какую-то там за четыре часа сделать. Ну, можно предположить, что мечом не рубили головы с плеч, или руки не рубили в бою, а, скажем, как-то там били, как почему-то, по щиту. И это вдруг врага угал настолько, что тот убегал. Нет, у него вот орали как раз, да. И он создавал соответствующие эти. Так вот, смотрите. Технологии-то чьи? Наши. Наши? Наши. Вот смотрите, доспехи, если вот вы не отреставрировали доспехи, видели когда-нибудь, их можно проткнуть кухонным ножом, тупым. Ржавеет? Нет. Они медные, они не ржавеют. Они окисливаются. Вот она вот не окисливается. Которые я видел доспехи, они не окисливались. Так вот, самое интересное, что они не для того, чтобы защищать от ударов. Они блестели. Они защищали человека от цвета. Или от звука. Может быть и от звука. Но и от цвета тоже. Потому что вот палеца махнул, палеца и там полвойска упало. Палеца палить. То есть лазерное оружие. Ну, сейчас однозначно существует у американцев вот этот уже испытанный прибор, когда звук воздействует на толку. Ну, или помните ту историю, когда наши испытывали в 70-е годы звуковое оружие, где-то там в теньшанских проходах, там миллион китайцев вроде бы, там есть такая байка, рассказывают очевидцы, что те китайцы решили переселиться сюда, в Киргизию, и их там вот этим звуком отогнали, положили. Ну, неважно. То есть оружие существует, оно сейчас реально действует. В этом никакого секрета нет, что звук, наверное, самый эффективный. Следующий по эффективности, наверное, это будет нейтронная бомба, да, то есть условно говоря. То есть когда без особенных разрушений мы убираем некий материал человеческий. Хорошо. Я возвращаюсь опять к тому, что вы говорили к 17 веку, люди русские, да, вся русская жизнь на земле, на нашей всей земле перестала существовать. Ее захватили римляне, условно называемых римлянами, да. Они поставили свои царей, у них была, я так понимаю, центр где-то в Италии, да, наверное. Нет, еще, тогда еще Италия входила в состав Руси. Они как раз начали свой захват с Азии. А с какого места с Азии? То есть, ну что, Индия, Тибет, концепт. Ну вот, кстати говоря, вот Византия, остатки ее культуры, это Индия. Там же, значит, Хануман, хан и Ану, это вообще как бы, он и у европейцев считается, потому что все же в счете, да, вот у нас был Один один, да, был там Разин или Рус, да, раз, значит. Вот, а у них, значит, Ан, Ан, Цвайдрай, там, счет начинается, потому что Ан. И вот Германия в какой-то степени, потому что ведь люди-обезьяны, вот, Манны-это люди, да, Мун-это или Манн-это тоже, это Луна, и Манки, тоже на английском, тоже обезьяны. Хотя это на нескольких языках, там, Манн, Лун, оно все звучит одинаково. То есть это люди с Луной, которые прибыли. Византия, это Лунная цивилизация, борьба Лунного и Солнечного культа, она как бы проходит везде, у всех народов отмечена. А русские это люди Солнца? Люди Солнца, да, они поклонялись Солнцу. А, соответственно, на планете, они, что вы, люди Луны, но вы говорите, с другой стороны... Ну, это только люди Луны, значит, вот они несли свою культуру, свою лунную культуру. Она была немножко отлична от нашей культуры. Ну, вот я и спрашиваю. Мне хочется понять, наверное, всем захочется это понять. Просто какая-то лунка должна быть все же какая-то прямая, а скорее нет. Какая-то легендарная, разве не так? То есть, ну, допустим, вы говорите, что это же имеет конкретные даты какие-то. В 17 век, например, произошло сражение, там, и произошла катастрофа. Да, были какие-то центры, которые сейчас достаточно легендарно выглядят. То есть, мы не можем такнуть пальцем в карте и сказать, вот здесь была столица, условно говоря, этих хонуманов. Но все же, почему они действуют в парадигме вот этого хаического сознания, хаической цивилизации? По вашему слову, с одной стороны, в прошлые века была великоразвитая, великолепная и блистательная цивилизация. Русские, ее прямые наследники. Значит, мы уже, как минимум, должны были владеть какими-то невероятными способами. Мы не владели. Значит, прилетели инопланетяне, которые владеют еще более сильными средствами. То есть, это, например, звуковое оружие в два раза больше, по силе своей, или там, хитрее как-то действует, избирательно действует. Но ведь этого же ничего, получается, не видно. Вот никак-то по легендам, по мифам люди просто сражались на мечах палками, там, дуба звеного. Это по тем фольклорным данным, которые нам преподнесли. Настоящие фольклорные данные мы их не читаем. Вот тоже этого, как его, друг Пушкина, который не Ключевский, а Кажа. Он, значит, написал эти русские сказки, они вообще, я с ними не читал вообще, только у него. Они там очень много пишут о пятиглавцах, о взаимодействии с ними. Вот в обычных сказках, которые печатаются, можно найти, например, Кристоф, нет, не Кристофский. Значит, можно найти там, значит, этих чертей там, каких-то еще там. Вот. А там вот сплошь идут писиглавы. Писиглавцами их там называют. Но у нас ведь в прописи главцев ведь тоже много чего осталось, значит, икона Святого Христофера, например, да, в католичестве, которая сейчас в православных храмах тоже, значит, висит. Вот. Некоторых, конечно, все еще не показывают, например, у староверов есть, там, со слиными ушами люди. Их, кстати, называют. А мы знаем про войну Асов-Иванов, про младшие старшие эти. Вот. То есть, нам историю всю перевернули. У нас все... Это вот эти римляне. Вы понимаете, римляне, их так просто вот называются. Там четыре ведь этих империй римских, да. Вот. А еще были ведь куча всяких там. Ибейры были. Берберы, вернее. Вот. Они же тоже не люди. Ну, в смысле, не похожи на нас. Вот. Были там луманы, это понятно. Ну, куча было всяких разных видов. Те же бычьи главы, например. Вот как раз вы говорили. Бычьи главы, писи главы. Не знаю, кто угодно. Вот эти какие-то достаточно мифические персонажи, да. То есть, сказочные достаточно. Пусть они даже иногда отражались на иконах. Но мы их все равно воспринимаем как некую сказку. Правильно. Вот скажите, они же существовали на земле. Куда они делись? Почему? А вот вы смотрите. Да почему? Находят. Находят. Вот я, например, был сам судитель, когда обнаружили, значит, труп человека в могиле. Но, значит, у него вместо головы была пёсья головы. Ну, и, значит, объяснение, что вот отрубали головы при захоронении и клали пёсьей головы. А чем не объяснение? Да, понятно, что чем не объяснение. А как тогда объяснить Босха, который рисовал всяких страшилищ людей? Ну, человек на всю голову. Правильно. Вот так мы и объясняем всю историю. А кроме Босха там ещё были, значит, эти. А как мы объясним, почему у германцев, например, до сих пор все животные, они в человеческих одеждах и человеческие тела имеют? Нет, ну здесь также можно, например, спросить, помните, это сейчас новинятую историю, нашли усыпальницы китайские швейцарские чесы? Правильно. Потому что она построена совсем недавно, эта усыпальница. это лапша на уши, как и китайская стена. Согласны? То есть это же Мао Зе Дум построил? И просто мы не досмотрели. Или этот, кто строил, специально кинул туда? Не Мао Зе Дум. Дело в том, что вот эта вот параллельная структура, которая нас эксплуатирует, она всё это делает, все эти мистификации. Все эти институты, специально, которые занимаются переписыванием, там, книг, там, старых, там, всё прочее. Всё для того, чтобы нам повесить лапшу. Ну, три версии. Значит, Мао Зе Дум раз, некая структура римская, два. Мао Зе Дум, да я тут просто не додумался. И правда, это из древних веков, и ещё люди слетали на этом, на машине времени. Три версии существуют же уже, по нашей глазах. Поэтому какая версия? То есть, вы говорите, нашли могилу, где пёсе голова. Вот знаменитые фотографии, где лежат эти гиганты, тоже раскопанные могилы, где там в разы, в пять раз больше человеческого роста лежит скрюченный какой-то скелет. Ну, условно говоря, можно же минимум две версии насчёт этого скелета. Правильно? Да, можно много, но не только и не две. Твой вопрос, что это как бы всё равно не является научным доказательством. Потому что он один такой вот лежит, этот скелет, а второго нет. А наука этой звукой неповторяемость просто элементарная. Поэтому если с пёсей головой нашли могилу, ну, хотя бы надо ещё одну найти, чтобы уже серьёзно распадать. Вот, смотрите, когда у нас произошло захват окончательной Руси, и вот 48-й год, 1848 год, Крымская война уже, там, остатки добивали. И у нас уже в это время выкорчевывали магию, колдовство, волшебство, метафизику. Вот эти все дисциплины, которые у нас, нас которых лишили, да, это всё относилось к метафизике. Вот метафизика в лево отличие от науки. Она не объясняет мир, а созидает его. Понимаете? Она делает то, что нужно, а не то, что мы объяснили там. Поэтому научная парадигма, она не соответствует метафизической парадигме. Русской культуре. Это всё навязано опять с Рима. И мы всё пытаемся как-то объяснить. А что объяснять-то? Ну, объяснить-то всё хочется, наверное. Человек так устроен. Мы же любим всё. Ну, правильно, мы можем объяснить, естественно. С головой. Вот. И обеспечить там повторяемость и всё прочее. Но наука не может, конечно, обеспечить повторяемость. Метафейка сможет. Потому что там другие концепции, другие явления. Там я могу привести примеры, что... Ну, вот придумали там закон, значит, Амбера, закон, значит, Метона, гравитационная, гравитационная четвертая. То есть, Метон, лет за 100 примерно до 1800. Правильно. Но это всё Рим. Это всё Рим. Так вот, это раздраконили, значит, одно. Один принцип. Там незаконны были принципы. Потому что закон – это то, что законом. То есть, всё, что законом – это не является принципом. А принципы такие, что подобное притягивает подобное. Вот. А у нас наоборот, что подобное с подобным отталкивается. К этому есть объяснение. Есть. И почему так происходит? Ну, можно сделать так, чтобы это подобное притягивалось достаточно правильно найти в пространстве. расположение этих двух предметов. Об этом нигде ни слова. Хотя, я, значит, видел, встречался с этим изобретателем, которого отовсюду пинали. Ну, и так и допинали, короче говоря. Потому что в действительности, вот то, что это, оно отталкивается, разноимённое. Нам придумали слово «заряд», который вообще всё путает. Было потенциал. И было всё понятно. Ну, вот, опять же, ещё раз, не могу понять. Вот мы наследники русской цивилизации. Мы с вами русские. Там англичан, может быть, или какие-то... Они тоже русские. Они тоже русские. Можно ещё с натяжкой назвать русскими. Так вот, значит, во мне должен сидеть какой-то, соответственно, сильный какой-то способ, скажем, защиты от воздействия римлян, условных, которых мы называем римлянами. Они же сейчас здесь. Конечно. Они же не в этом взяли и свалили. Но вопрос вот как стоит. Вот почему так было много римских империй, скажем так. Они выполняли свою функцию, после чего их приносили в жертву. То есть, выполнили своё, и всё, на помойку истории. Почерк, кстати говоря, вот по работе НКВД, это очень заметно. То есть, два-три года, значит, следователь там, значит, работает на то, чтобы засадить, там расстрелять. А через два-три года его тоже расстреливают. Он выполнил свою задачу, убрал сколько-то людей. Хотя он может и... Ну, там спускают, сколько-то надо, значит, это. И он её выполняет. Значит, если не выполнить, тоже пойдёт под расстрел. Ну, почему бояться-то, собственно говоря, все римляне тоже смертны? Вот. В другой стране, почему они за столько времени не смогли найти способ бессмертия, если они боятся какой-то смерти? Бессмертие, вот у русских, она, кстати говоря, есть до сих пор. Вот эти техники, которые и омоложение, и, значит, очень длительная жизнь, тоже в молодом теле процветают. В каких-то русских областях она процветает? У непрописных. То есть они не могут показаться... Молодойские мужики спиваются, бабы выглядят старше своих лет. Правильно, правильно. Слово и молодойские, конечно. Но это навязанная культура, понимаете. У нас русские не пили. Вообще никогда не пили. Нет, я вот просто не совсем закончил. Ну, извините, может быть, если у вас это не очень нравится, тема... Это не ради бога. Просто тогда продолжим. Я русский, у меня есть защита от инопланетян, потому что я до сих пор живу. То есть я еще вот как одно из поколений вот этих недавних великих русских. Как они мне сейчас, эти римляне условные, которые никуда не свалили, остались еще здесь, живы, где там бегают здесь вот по земле, разрешают думать, говорить вот то, что говорю сейчас я или то, что слышу от вас. Как это возможно? Почему эти великие, которые летают на Марс просто как к себе там на дачу, они не могут найти способ на меня там пасть не заткнуть? Понимаете? Что сказать? Молчи. Что я даже никогда не думал об этом. Что даже в голову вам никогда не пришло. Вы же написали замечательных книг. Вот несколько книг, да, которые в общем друг друга перетекают плавно. Ваша идея, она в общем перетекает из книжки в книжку. Как она ее не позволяет вам это говорить? Хотя казалось бы, ничего по словам вообще нет. Вот если вы обратили внимание, я постепенно начинаю говорить все больше, больше и больше. Потому что раньше-то особо-то не поговоришь было. И даже вот, ну что тут говорить, создаются все условия, чтобы многие книги так и не вышли. По идее мы не должны из этого помещения выйти. Просто нас должны вот эти друзья римские просто... А сейчас ситуация изменилась. Изменилась в нашу пользу. Потому что сейчас вот та цивилизация, которая нас захватила, драконовская цивилизация, они в прошлом году вынуждены были покинуть землю. И ихняя сателлитная, ну будем говорить, цивилизация, да. Ну это в принципе их слуги, наги. То есть это смесь людей с драконами. Они по своей структуре, в общем-то, продолжают быть как бы драконами. Но в то же время у них уже признаки, некоторые признаки млекопитающие. Неразвитые там эти молочные железы, вот, хотя у них в клако так до сих пор существует, пупка нет, но в то же время они, значит, там яйца, значит, не выпаривают в песке. Они сейчас на земле находятся? Были, честно говоря. Но их актеника не видел, кроме того, что у нас была встреча там нашего товарища с ними, они дали, значит, интервью, и я это изложил в диалоге Земля-Космос. Правда, этот товарищ сейчас сидит в Израиле, но тем не менее он в свое время это все смог, как-то сказать, нам сообщить о результатах этого интервью. Ну, то есть они зашифрованы в какое-то другое лечение? Нет, они когда встречаются с нами, они как люди выглядят. Как люди выглядят. Да. Такой типичный голливудский. Вполне возможно, да. Вполне возможно, что голливуды черпают сюжеты из жизни, как говорится. Ну, я поэтому и интересуюсь, как, в принципе, выжить в данном мире. То есть, вот смотрите, мы сейчас выйдем ли мы из Астузии, это покажет только будущее. Но вот эти-то что, они совсем слабенькие, которые остались? Драконы улетели, а остались... Значит, смотрите, вообще, вот как бы здесь командовали песеглавцы. А это тоже, в принципе, ну, как бы наги. А сейчас их нет. Вот. А что послужило тоском к отлету драконов? А потому что, значит, ну, орионцы или те, кто называются орионцами, хотели, значит, переселить человечество на подобную планету. А Земля для них представляет интерес, потому что здесь вот та развитая цивилизация оставила всем чудес света, одно из которых является как раз Логос. Логос – это некий компьютер, способный и позволяющий человеку, который вступил с ним в контакт, управлять вселенной. А вступить в контакт с Логосом может только человек и только тот, кто живет на Земле. Такие условия. Ну, ваши, скажем так, воззрения, они, вы, говорите, постепенно начинаете их выдавать в виде книг, в виде каких-то лекций. Да, и сейчас уже можно и не скрываться особо, говорить все подряд. Но ведь это было и до вас, я так понимаю, вы же или как? Или вы первые, кто на Земле получил эти знания? Да зачем? Значит, про драконов вы говорили, конечно, да. Ну, вот так вот официально, ну, в основном в сказках, там, в фольклоре, но официально-то ведь я начал писать об этом, что мы захвачены. На Западе там тоже параллельно шла такая работа, и там тоже начинали там говорить некоторые. Ну, вот Купер, например, ну, это сотрудник ЦРУ, вот, а больше-то, конечно, ну, в Европе, в Европе тоже были, значит, люди, которые об этом говорили. А потом, ну, это же все считалось и сумасшедствием, вот, потом, когда, значит, как бы информация уже пошла, вот, уже можно было сказать и нечто большее. Вот, и потихоньку, вот, последняя книжка «Украденная история» из изданных я имею, она одна из последних, потому что тут еще целая серия книг, которые будут изданы в ближайшее время. Ну, кстати, о книжке, вот, смотрите, у вас здесь масса фотографий сравнительных, да, глубокий сравнительный анализ, то, что, например, Николай похож на Георгия и так далее, да, то есть, вопрос, но ведь книга есть к тебе, то есть, это документ, значит, ну, есть даты от выбора, ну, по нашему, там, скажем, Григорианскому календарю, известно, что вот Эмбек там сотворил свое чудо, ну, условно, сколько, 40-50 лет назад, то есть, это еще до того времени, когда произошла вот эта катастрофа, когда условно, марсианские римляне прилепили на землю и вываливали их. Книга-то была или это все же тоже все подделано? Ну, еще Морозов говорил, что у нас книги там по 300-400 лет не хранятся. Не хранятся английские газеты, которые можно проследить, ну, как минимум, на 200 лет назад. Англия возникла в 1924 году. То есть, все подделка? Все подделка. Ну, то есть, какая-то очень искусная, на самом деле, подделка, то есть, а смысл вот так подделывать? А смысл, вот, когда говорят, что у нас вот много стран, там, понимаете, это же, ну, представляете, вот, единая организм, единая планета, единая биосфера, и тут начинаются какие-то деления, но это же не нормальность, это болезнь общества, этой планеты, этой цивилизации. Она не должна существовать, это признак неразумности. А признать неразумность, это значит, мы не должны попасть в космическую коалицию. Мы не можем летать, мы не можем покинуть свою землю. Для нас это становится концлагерем, потому что мы неразумны, мы можем натворить черти что в космосе, раз мы все делим. А можно вопрос, вот, римская цивилизация, римляне, есть какие-то фигуры, похожие на людей, скажем, которые изрекали некие истины, писали некие книги, читали лекции. То есть, вот, есть конкретный персональный римлян, но это не наш. У римской империи тоже весь, вся история, подделка сплошная. Поэтому, ну, таких вот параллелей я, честно говоря, не вижу. Но ведь у них же должны были быть какие-то глашатые, что называется, должны быть рупоры, через которые римлян влечает свою волю. Не может же это быть какая-то некая аморфная серая масса условных римлян, которые завоевали мир вдруг. Вы говорите, они ходят среди нас, значит, можно предположить, что, например, мы с вами русские, а вот Сергей Рокщин... Еврей. Римляне. Понимаете? Ну, кстати говоря, вот римляне, евреи, французы. У нас же евреи французами называли, да? Да, было. А это как раз завоеватели, это как раз и есть римская империя. То есть, Наполеон, это условно римляне. Да, это был римлянин. Вот персоналия, да? То есть, ну, я к тому, что, обратите внимание, что получается, есть персоналии, которые диктуют свою волю мира. Почему с ними нельзя как-то справиться так очень спокойным русским способом? Тем же ни о чем постучать. Мы же воевали до последнего, так сказать, до 48-го года. 1848 года. Да, да, я поэтому говорю, они оказались сильнее. А почему? Потому что все мужское население было уничтожено. Ведь почему у нас были гаремы, да? Гаремы были у русских. Потому что мужчин не было. И по тысяче там, по две тысячи жен. Это такое соотношение между мужчинами и женщинами. Это у Соломона? Не важно, что у Соломона. Ну, кстати, у Владимира, я помню, да, там, ну, конечно, не две тысячи. Ну, 200-300 там где-то у него жен, где-то порядка, больше тысячи там наложниц. А, кстати, наложницы. Наложницы это не те, которые там за долги или что-то попали. Наложницы это налона, наложа. То есть, и у нас есть еще выражение, деланные пальцем. Мужчина не может обслужить тысячу женщин. Поэтому были наложницы, которые делались от пальца. То есть, зачали от пальца. То есть, перенос... Система размазалась. Конечно, конечно. Вот. И поэтому... У нас почему эти были детские войска? Почему у нас, допустим, Александр Невский, он 4 года стал уже воином? А Святослав, он в 3 года стал воином. Потому что вот это были воины. 3-4 года детишки они шли на бой. Ну, то есть, вы, с одной стороны, говорите, что это все придумано было и, скажем, газет не было в Гутенберге, не было. А, с другой стороны, вот эти персональные, Святослав и Владимир, в 3 года, там, они... Невский, ну, 4... Так это было после 17 века. После 17 века. То есть, как раз вот этот легендарный период, он переносит сюда, в 17 веку, снова... Легендарный период, он написан в греческой мифологии, которая тоже есть, русская мифология. Потому что греческого такого государства не было. Был жреческий язык, который потом приделали греческой к цивилизации. Ну, жрега у нас меняются звуками. Вот. Хотя пишется одинаково на латыни. И поэтому... Легендарный период, он написан, вот, где там был Одиссей, Геракл. Геракл, это, кстати говоря, вот, если там правильно написать... Еще в 19 веке писали Геракл. И Геракл. Клум и Слум, опять же, меняются. И получается, Ярослав. Геракл-то есть Ярослав, который, в принципе, все эти 12 подвигов совершил. Хотя и больше. Ну, 12 там, почему, что цифры 12? 17 век. Ну, а... Ну, это было до 17, вот, как раз, это перед завоеваниями. Ну, хорошо. Вот это, как бы, это, да, это детали, которые там, вот, этот пазл потихоньку складывают, вот эти все, игра словами. Это, это, хорошо. А стратегический смысл какой? Вот прилетели эти друзья откуда-то там на инопланете. Ну, хорошо, сделали они базой Марс и завоевали все планеты. Ну, там, не знаю, как они смогут лежать там на Венере или где-нибудь на Меркурии, трудно сказать. Ну, предположим, они живут на Марсе и на Земле. И на Луне еще там висит. И, кстати, обратите внимание, да, вот для меня, например, самогист, это загадка, вот это, почему Луна как привязанная на жестком тросе. Как автомобильский такой театр. Ну, это Меркурий тоже, Солнце сюда, одна сторона. Нет, это, кстати говоря, на обычное явление, если, значит, планета потеряла атмосферу, она перестает вращаться вокруг своей оси. Ну, как она плана одним лицом к другой планете, да? Да, она все время... В чем я в разрядке пока не имею, я знаю, как я понимаю. Ну, не важно, больше с астрономической этой штукой. Давайте к духовному. То есть, я не к тому, что они прилетели, смысл какой? Дело в том, что столкновение, разделяя и стравливая, это ихняя формула, которую нас хотели убрать с планеты Земля, для того, чтобы пользоваться, вот, прежде всего, Логос, там и остальные чудеса света, построенные вот той вот развитой цивилизацией. Они, кстати говоря, эти чудеса света не совпадают с официальными нашими чудесами, которые нам рассказывают, там, пирамиды, там, китайская стена. По вашим же словам, они, значит, прилетели откуда-то и хотят завивать Землю для того, чтобы, очевидно, жить на них, да, или нравится что-то, или вот что-то не нравится, не хотят, чтобы были люди вообще, чтобы разум существовал, да? Ну, вообще, по большому счету, началось все с противостояния углеродной формы жизни, ну, то есть, органической, каковой, мы тоже являемся, и кремниевой формой жизни. Вот сейчас вот на Венере, там, вот, обнаружили жизнь, да, в свое время, помните эти снимки, там, как перемещались, там, Скорпиона, там, они ее засняли, да, вот, ну, там же 400 градусов, то есть, там углеродная форма жизни уже не может существовать. А в свое время меня там приглашали слушать, значит, записанную, да, записанную передачу к людям о том, что вот есть противостояние как раз между углеродной и кремниевой формой жизни. И вот кремниевая форма жизни на сегодняшний день, ну, как-то более выигрышно. То есть, не кремниевая? Да. Не-не-не-не, не римляне. Это совсем другая структура, которая обеспечивает стравливание всех органических... Двух углеродных форм. Всех углеродных форм. Римляне. А другое бы? Всех, да, понимаете, вот, земля, она, поскольку была арена постоянной вот этих войн, тут, ну, 400 римских империй существовало. Ну, только сейчас вот византийской там, говорят, да, а там было еще куча. В общем, скажем, условно говоря, египетских страв тоже было несколько, мы же о них не вспоминаем, как говорится, 4 римских страв. Да, конечно, сейчас это особо... Это что нам официально решают на уши. Прокороны улетели, наги прилетели, как говорится. Это следующее царство, по вашим словам. Не, наги, они создали здесь на земле, путем вот этих вот эгипетических скрещиваний. Ну, сейчас будет пятая, значит, нагская, проекция. Я не думаю, что сейчас будет пятая, потому что уверен, что сейчас мы, в конце концов, должны стать хозяевами своей планеты. Я как раз к этому и хотел подвести. То есть, смотрите, опять же, глобально прилетели на Марс, не хотят, чтобы земляне, которые вгрызли свою землю и там сопротивляются из-за всех сил, начинается война за землю, да. Искусственная катастрофа в Индии началась, постепенно плацдармы все захвачены, русские полностью димуализованы и разбиты. Вопрос, как так получается, что вот, например, русские тоже обладают предыдущей, как наследники предыдущей великой цивилизации, не имеют никаких способов там, не знаю, взять там Марс из какой-нибудь пистолета лазерного ступы и нету Марса. И вместе с пришельцами нету. Или, я не знаю, или, например, какое-то специальное волновое или звуковое оружие так воздействует на этих поганых пришельцев, римлян, в принципе, их одних моментов ничего не остается. Как интересно они спускаются на нашу землю, по каким-то там, не знаю, дверцам, тайнам заходят на планету. Для меня это странно, потому что вы говорите, что это была великая цивилизация прошлой и она ничего не умеет. Значит, эти умеют во много раз больше и заканчивая, хочу сказать, раз они умеют во много раз больше и все же победили, то что им мешает вообще нас всех уничтожить? Как мы можем здесь продолжать сидеть и их обсуждать, когда мы им даром не нужны? Они же хотят нас уничтожить. Да уничтожь давным-давно. И живи себе на здоровье. Зачем вообще мы им нужны? Кто мы такие для них? Если они нас вообще не признают как субъект переговоров. Понимаете? А если перезнают как субъект переговоров, то значит давайте договариваться жить вместе. Ну придет вот такой весь кисяк-салапый, зеленый там с рожками какой-нибудь, сядет, скажет, дайте переговорим. Давайте так, мы будем жить в Африке, а вы будете жить в Австралии. Ну мы скажем, ну а что нам делать-то? Нам же как бы вообще никаких вариантов. У нас оружия нет, сил нет. То есть уделогика вот эта инопланетная или просто непонятно? Дело в том, что мы опять же думаем о войне, что это вот пушки, автоматы, убил всех и все вопросы решили. А действительно все гораздо сложнее. Войны сейчас происходят не такие, они никогда такими и не были. А войны происходят так, что одно целостное общество вдруг начинает раздирать противоречия и начинается война. внутри одной системы, которая в конце концов приводит к деградации всего этого общества. Понимаете? То есть сила-то она ведь не того, что мы совершенствуемся в войне. Под шумок всегда во время войны исчезало очень много всяких разработок, которые достойны были как бы своими возможностями. Ну например, те же самые летательные аппараты, которые были у тех же фашистов. Вот сейчас потихоньку начинают говорить, да. А вообще ведь материал об этом есть. Достаточно много, что в Германии обладало аппаратами, которые позволяли выходить в космос. Кстати говоря, мы тоже думаем, что вот царь там, когда был, у нас такого не было, у нас тоже это было при царе. Вот у меня была Марка 1927 года. Десять лет советского исследования космоса. И где эти исследователи, где эти лаборатории? Гражданская война, 1927 год. Я вас тогда тоже спрашиваю, у меня у нас, знаете, есть документы, написаны главной книгой человечества, Библия. На ней Христос ходит по воде, раздвигает там Красное море, чтобы пройти и так далее. Массу чудес совершает. Но вы повторите, где они? Где вообще свидетельства этих великих поступков? Так и немецкие летательные аппараты в виде тарелок, которые там из Антарктиды условно, да, там говорят, видели где-то. Ну, только видели, но несколько человек их видел. Это тоже такой же документ, как и левитация Христа. Понимаете? То есть это, собственно, тоже не документы. Ну, например, есть теория или есть идея, что у немцев была летающая тарелка. Да-ка, у них не только летающая тарелка, у них дивизии, которые могли летать. Но еще они не победили, вот эти не победили. Они были уничтожены. До того, как Германия вступила в войну с нами. Римлян? Нет. То есть нами, русскими? Нет. Подождите. Третьей силой, которая в то время, в принципе, управляла, ну, в принципе, и продолжает в какую-то степень управлять. Хотя все сейчас рушится у них. Ну, то есть римляне стравливают, например, бывших русских. То есть бывшие русские – это и немцы, и французы, и англичане. Да, да. Белое население – это в основном все русские. Умело дирижируют на этом поле, да? Конечно. И в нужный момент, особенно усилившиеся ветви русских, ну, немцы, в данном случае, просто взяли, отняли НЛО. Ну, вот смотрите, Германия, да? Вот Рим, там какой-то практически 36-й год, когда Пуч, ну, якобы Пуч, а в действительности произошла подмена руководителя, ведь и наше 33-й приход Гитлера к власти. Нет, Рим, вы говорите. Рим, да. Ну, я сейчас точно не помню это, но можно посмотреть эту дату. Но самое главное, что Рим уничтожают с его гвардией. А почему? А потому что именно вот после прихода Гитлера к власти его поменяли. Если сначала в хрониках он где-то 2 метра, 4 сантиметра, то потом он метр 70. И не все приняли нового Гитлера, Рим не принял. Поэтому Пуч, ГЕС накануне войны бежит в Англию. Почему? А Гитлер он назвал предателем. И он бежит, потому что хочет сообщить важную информацию. И он перед смертью, вернее, незадолго до своей смерти, хотел сообщить эту информацию, который бы просистил, я так думаю, мозги многим бы, как раз о подмене Гитлера. Почему Сталин, который в принципе, ну как бы нельзя сказать, что он совсем там глупый, а он не может понять, почему на нас напали германцы, с которыми абсолютной договоренности бороться с этой третьей силой. Значит, мы учим германцев в своих школах военному искусству, они учат наших, там, спецов в своих школах. Мы обмениваемся, значит, оружием обмениваемся, значит, там, необходимыми для ведения войны, значит, вещами, там, хлеб поставляем и так далее. Мы же готовились к войне совместно, как партнеры, как союзники, против третьей силы. Сколько это третьей силы? Вот они называют их сионистами. Сина, Сина, это сейчас говорят, что это евреи, Сина это вообще писиглавы, или Кина, киноцефалы. А Сина это Китай? А сейчас, да, это Китай. Ну, то есть, вы имеете в виду, что, как бы, условные вот эти драконы в этот момент обосновались в Китае. Как раз, честно, сказочная парадигма, как летают драконы. Он почему был удивлен, что на нас напали германцы и Гитлер, потому что была полная договоренность о совместной борьбе с сионизмом. Он это в своем извещании писал. Вот, и вдруг они на нас напали. Хотя у нас социализм, у них социализм. У них, значит, Ницше, то есть, сверхчеловек. У нас, значит, развитый человек, да. Все похожесть. У них, значит, уничтожение судного капитала. У нас уничтожение судного капитала. То есть, все идентично. С чего вдруг? За что драться-то? Вот, потом уже придумали, что не сверхчеловек, а вот новый человек. Значит, что Гитлер это марксином. В общем-то, ну, в смысле, этим марксизмом не пахло. Вот, социализмом. Ну, то есть, социализм был просто так, как в Ширма. А у них, в принципе, это все было так же разработано, как и у нас. Потом все изменено было. У нас даже в большей степени изменили. Вернее, все изменили. Вот. Поэтому, когда Гитлер напал на Советский Союз, Сталин не мог прийти в себя. Но об этом все пишут. Потому что... А почему он напал? Потому что его подменили. И он должен был выполнять условия, которые он вынужден был подписать. Ну, вы говорите, что это должна была быть война с неким сионизмом. Как, там, не знаю, персонифицированного сионизма в то время не было. То есть, в Союзе, Союзе, он был, скажем, не персонифицирован, а растворенный, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Вот, смотрите, Тайный Совет, он весь из сионистов состоял. То есть, из пяти главных. Безусловно. А туда люди... Ну, с кем воевать конкретно армиями, для которых строят танки и самолеты? Понимаете? То есть, в то время воевать нужно было только лишь с Америкой, а с Китаем даже бесполезно было воевать, там не было ничего. Вот они, кстати говоря, вели совместные поиски для того, чтобы найти новое оружие для войны с этими ребятами. Потому что у них техника намного превосходила нас. Американское вы имеете в виду? Я имею в виду, ну, то есть, в этой параллельной структуре. То, что мы называем. Ну, сионизмом мы называем, имеем в виду другое. Не настоящее, что имел. Для чего тогда заводы крупа, раскрученные, не знаю, там, увеличение добычи? Мы начали. Когда? Когда были привезти. Это уже потом, когда они... В 30-е годы военная машина стала развивать. Правильно, значит, после Рэма уже все пошло развитие. А до этого все шло именно вглубь. Но этих всех глубоких исследований их нет. То есть, Рэм и Гитлер, на самом деле, реальный Гитлер, да, хотели воевать с вот этими... С параллельными структурами. С римлянными условными, да. А потом все, они ловко подменили Гитлера, и тот стал воевать друг с другом. Да, и начали воевать со Сталином, да. И причем, опять же, была, как бы, война, ну, чисто, так сказать, уничтожение русского народа. Потому что поддавали там одну винтовку на 10 человек, и гнали в бой для того, чтобы убить. Ну, такой, скажем, туповатый Сталин-то, а чего же он тогда не сообразил и стал воевать с Гитлером? Сказал бы, я не хочу стал воевать, не буду. И что? Ну, как, ну, это тогда получается, что, опять же, те же римляне воевали против русских. То есть, в данном случае, немцы, как персотерсировали римлян. Они не римляне, они, в принципе, тоже русские. У них там ведь даже по крови, да, то есть, у них там первая-вторая группа, вот. Это, как бы, считается вообще вторая группа европейская. Хотя она, конечно, не совсем, но они уже помешались смешанно. Были с манами там, и там с другими, естественно. Но, тем не менее, они, как бы, сохраняли все равно. И близость-то культуры-то оставалась, менталитет-то все равно оставался один. Но я не говорю о солдатах, я говорю о правителях. То есть, в данном случае, два правителя, ну, условно говоря, два князя русских, там, Гитлер и Сталин, собирались воевать с третьей силой, да, там. Конечно. У которых даже непроявленные армии были, они где-то там в зазеркале находятся в нужный момент, падают с неба и начинают воевать с армиями Гитлера и Сталина, да, или там самолеты нападают на летающие тарелки, так можно сказать. Но потом Гитлера заменили. Рем сказал, это не Гитлер. Гес от него сбежал и там все остатки жизни провел в Шпандау. Хорошо. Но почему Сталин-то вдруг так повелся-то? То есть, в принципе, получается ему обычная война вот с этими, как его называется, с римлянами. То есть, к этому надо было изначально готовиться. Кому они готовились, у них техника воздействия у нас намного сильнее, чем у нас. У нас ее вообще нет. Но воевали-то обычные Миттершмиты. Правильно. И тигры потом перешли на все вот эти обычные, а все необычные разработки, опять же, были изъяты у нас. Но русский князь Сталин воевал с римлянами просто обычным железом. Правильно. То есть, Катюшу назвать инновацией какой-то инопланетной трудно. То есть, придумывали что-то новое по ходу войны. Но обратите внимание, ни та, ни другая сторона почему-то не применила, устроила мясорубку, погибла. Только с русской стороны, там, по 30 миллионов человек, во всем мире 50. Смысл вообще в этом был? Уничтожение русского народа. Ну, в том числе погибали римляне в лице немцам. Зачем же им своих было гасить? Они не относятся к гейермансам, не относятся к римлянам. Хотя они пытаются это делать. Имеется в виду, что они как бы бывшие русские, просто не знают про это. Ну, там же Пруссия, потом они стали Германией. Ну, то есть, речь идет о том, что миром, как бы, все правильно, миром владеет горстка людей, условно говоря, вовсе этих вот песеголовых, драконов, нагов, их немного. Это вовсе не какие-то там населения какой-то страны, где живут. Нет, их много было. Их очень много было. Ну, вот сколько много? Ну, вот сколько тысячи, миллион. Миллионы. Миллионы живут здесь, на земле. Жили. Жили. Драконы, имеется в виду, которые сейчас в прошлом году улетели. Да. Ну, а почему они тогда в таком случае так легко сдались, если они тут кругом повездают? А здесь просто другая сила, более могучая, вмешалась. Ну, в какой-то степени заступилась за земля. Поэтому такие вот явления. То есть, появился, там, не римляне, но в то же время появились еще кто-то такие, кто, в принципе, сказал римлянам освободить планету или как? Да. Да. Но они не сказали, они просто воздействовали. Вы помните, были гулы, там, под Москвой, там, в Ярославской губернии, там. Ну, была история, да. Гудит, не пойми что, да. Да. Ну, тут, как раз, воздействовали на как раз подземных необъекты, которые, и этот гул вынудил их скоропостижно покинуть землю. Они остались, а заместители, нагов вот этих. А нагов тоже сейчас вывели. То есть, все вот это вот происходит специально. То есть, как бы, ну, как бы можно напомнить, что сегодня вот это мистическое число, 21 декабря 2012 года, и это, в общем, достаточно знаменательно даже. Не знаю, кстати, это число в вашей концепции, оно каким-то образом проявлено? То есть, оно играет роль какую-то? Ну, начало нового года у мая. Ну, не более того, имеется в виду. Даже не года, а циклами. Ну, да, цикл. То есть, ну, то есть, вот эти игры все маяк и прочее, прочее, они не играют в инопланетные эти игрушки. Хотя, в общем, у них там, кстати, в легендарном смысле все в порядке. Постоянно там какой-то бородатый белый человек падает. Еще что-то? Ну, понимаете, майя там, это, конечно, отдельная история. И майя, и там астеки. В действительности, вот астеки, например, это все тоже завоеватели. Потому что асты, вот ихние фигурки, которые обнаруживают в Америке, это вообще-то черное население, которое нам представлено, как рабы, привезенные, значит, вот из Африки. Вот, в действительности это завоеватели Америки были. Ну, все, опять поставлено с ногу и запутано. Там не совсем, конечно, так, как вы говорите, потому что там, в принципе, черные фигурки. И не фигурки, а вы, наверное, имеете в виду голову, вот этих альмекских. Черных фигурок там никаких нету. Там таздеки. Значит, смотрите, есть там фигурки. Но, во всяком случае, у меня есть фотографии из музея, где вот астеки по внешнему виду негр. Ну, это вообще достаточно условно. Потому что при такой рисовке, как они выполняли свои... Нет, там очень четко все видно. Нет, очень четко видно на альмейских головах. То есть вот эти губы припухлые, нос приплюснутый такой. Глаза достаточно специфические, в том числе и форма черепа. Ну, это как раз и говорят, да, что это тип пришельцев. Но это вообще не имеет отношения, мне кажется, к нашему сегодняшнему разговору. То есть, причем здесь инопланетяне. И вот эти, условно говоря, какие-то там подвиды индийцев. Ну, вы понимаете, сейчас вот по словам инопланетян тут все сейчас смешиваем. Ну, те, которые жили на наших планетах земной группы, там Марс, Венера, Луна и спутники Эпитера, там Сатурна, да. Вот мы тоже называем их инопланетянами. Хотя там жили наши, значит, колонии, которые, в общем-то, потом вынуждены были переселяться на Землю. Потому что у них там тоже были сплошные войны и уничтожение собственной биосферы. На Марсе, на Венере, вот везде произошло. Вот вы делали в этом году заявление, ну, скажем так, просьба, заявление о том, чтобы инопланетяне освободили Землю, да, так я понимаю, и дали нам спокойно жить самим на своей Земле. Не инопланетяне, а космическая коалиция, там их много инопланетян. То есть, значит, вы подразумеваете или знаете о том, что есть некая космическая коалиция, в которую входят в том числе и вот эти пресловутые римляне, да, и в том числе вот та сила, которая этих римлян заставила с нашей Земли убраться, я так понимаю? Значит, смотрите, вот римляне, да, мы, ну, мы хотя говорим римляне, их много, опять же, их даже не четыре, их много видов, а именно разных. Но они все потом там вошли в эту римскую историю в какой-то степени. Вот, как правило, эти римляне, это все наши бывшие колонии Солнечной системы, планеты. С них они к нам прилетели. Но управляли всеми... То есть, планет всего там условно 9? Нет, я имею в виду земная группа, это вот Луна, там Марс, Венера, Меркурий, значит, Европа, Титан, которые, в принципе, как-то подобны и по размерам, близки, значит, к Земле, да, ну и... Но тогда они должны быть близки виды живности, которые живут. Да, так оно и было. Они должны быть очень разные, правда, нет? Они изменились, конечно, изменились, но они все равно все антропоморфные. Антропоморфные и углеродные. И углеродные, да. Ну, то есть, как можно прожить на Меркурии, например. Антропоморфного создания. Ну, Меркурий, он не всегда вращался в том месте, где он был в свое время, вращался вокруг Венеры. Это была Луна, Венера. И к нам была такая же жизнь, как и на самой Венере. Вот. А потом, когда произошла эта катастрофа в 11-м где-то веке, вот, Меркурий покинул орбиту. Ну, и, то есть, в этот момент, скажем, совет уже существовал, вот этот инопланетный совет, к которому вы обращаетесь, да? То есть, и... Космическое коалицо. Космическое коалицо. Всегда, что, да. Мы в нее входим? Значит, в русские земляне. Значит, вот именно мы входим, входили через, значит, вот этих вот, через песеглавцев в конфедерацию Ориона. Но у нас вот эта космическая коалица, она состоит из четырех конфедераций. Туда входят веганцы, артурианцы, значит, плеядцы и эти... И орионцы. То есть, мы орионцы, на самом деле. И пошли туда, как орионцы. А мы хотим войти в космическую коалицию, если же многие, которые к конфедерациям не присоединились, многие цивилизации. Ну, цивилизации в каком смысле? То есть, на каких-то звездах далеко-далеко, неизвестных основных? Ну, это в наших, в нашей галактике имеется в виду космическое коалицо. То есть, есть какие-то цивилизации, которые не хотят или не входят в эту космическую коалицию? Есть ли такие? Есть. В третьем обращении, в принципе, расписано, что есть две конфедерации. Есть космическая коалиция из четырех каких-то таких равнозначных групп. Да, они в галактике расположены достаточно далеко друг от друга. Но у них есть вот какие-то свои центры. В данном случае мы принадлежим к этому центру орионскому. Вот эти самые римляне, которых мы с самого начала беседы так стали называть, они к другой группе принадлежат? Не орионцы? Нет, римляне были. Прежде всего, это земного происхождения. Люди, которые мутировали в результате вот этих войн. Магических войн. Подождите, а вы же говорили, они инопланетяне. Правильно, они инопланетяне. Они в том, что и с Марса, и с Миры, и с Меркурией, и с Луны. Это всюду. То есть, это люди из Солнечной системы, которые прилетели сюда и захотели вышибить землян со своей планеты. Ну, вроде-то, да. Так надо, чтобы закрепиться на ней и жить спокойно. Хотя цель войны всегда неясна до конца. Понимаете? Цель войны, да, она выясняется потом. Мне, например, всегда очень нравился вот этот вот такой ход, как это, помните, поле битвы земля. То есть, это как бы некие охотничьи угодья, например. Помните, фильм «Хищник»? Ну да. Созвластно. Вопрос не в этом. Конечно, возможно, что мы со своей утлой человеческой психологией даже просто не понимаем, чего они от нас хотят и почему они нас хотят из времени. Вы понимаете, так вот опустили на такой уровень, что мы вот эти все моменты, ну, как бы нас они не интересуют. Мы считаем, что это все ну, там, сумасшедших, значит, ну, политиков там в крайнем случае. Но не наше это дело. По поводу черной расы негроидной и Африки. Это что, заповедник? Вы об этом сегодня ничего не сказали? Нет, это не заповедник. Дело в том, что вот черная раса считается, что они вот там все время жили в Африке и вообще все прошло с Африки. Это современная концепция нашей антропологической науки. Хотя многие сегодня ведущие специалисты это все опровергают. Не соглашаются с этой концепцией. Это в действительности ихняя позиция правильная. Потому что у негроидной расы у них, во-первых, кость легкая. В свое время еще немецкие, германские антропологи, они обнаружили, что все животные или люди, которые здесь родились и имеют местное происхождение, имеют одинаковую плотность костей. У нас, к сожалению, у расы причем эта плотность она генетически закреплена. У нас, к сожалению, у расы людей имеют разную плотность. Вот у негров легкая плотность. Значит, они прибыли с маленькой планеты. И то, что у них черный цвет, это говорит не о том, что они защищены меланином от палящих лучей Солнца, а от того, что их тело жадно впитывает эти лучи, где их не хватало. Они далеко находились от Солнца. И поэтому они прилетели, когда они, в общем-то, стали здесь захватчиками. Более того, у белых людей, американские антропологи определили, реакция на змей и на черных людей одинаковая. Люди пугаются. А это говорит о том, что у нас с ними были проблемы. то есть была война с ними. Вот. Ну и более того, значит, вот черные глаза, они, мы, например, я имею в виду белую расу, не важно там у него черные, кори, голубые, любые глаза, они могут смотреть свободно на Солнце. У Африки в той же. А у черного населения они сразу получают ожог. они не смотрят на Солнце. Это все говорит о том, что они не местные. И вот название на греческом языке, а греческий – это жреческий язык, Венеры, Афродиты. Не Афродита, Афродиты. Ну как у нас там Сумы, там название, на «ы» окончание. То есть там много кого-то там, да, или там ткачей, например, деревня, поселок. То есть, Афродиты – это кто? Африка, да? То есть, они сначала захватили Венеру. Вот после того, как они захватили Венеру, они уничтожили, в принципе, там, под великое уничтожение этой биосферы и цивилизации. Потом уже началась экспансия на Земле. Ну, а наши правители, вот, может быть, это и не захотите так отвечать, они на чьей стороне? Они ставленники в основном вот этих сил закулисных. Но, когда человек приходит в большую власть, он обнаруживает, что он ничего не может сделать. То есть, он просто русский, но на самом деле просто ставленник. или это вот переверт из них, например, он вынужден становиться ставленником, если он не выполняет, что им предписывается, его или убирают, или заменяют в зависимости от ситуации. А не проще им просто там, вот если они умеют всаживаться в человеческое тело, сами им это место быть, и это явление имеет место быть. Такие вещи тоже происходили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...